В прошлой серии действия происходят в отеле Гнездо Глухаря, где было совершено убийство губернатора Кураедова. Передав труп губернатора доктору Брахиалису, детективы начинают вести свое расследование. По итогам допросов становится ясно, что все постояльцы отеля лукавят и стараются отвести от себя подозрения. Но по факту мотив убить губернатора был у каждого. В подвале же дворецкий Генрих проводит ужасный ритуал и призывает плачущую курицу, которая хочет расправиться с Ваней и Ильей. Не найдя их, плачущая курица убивает одного из герцогов. И давайте же смотреть, что будет дальше. Эволюция цыплят, 16 серия. Лайк, подписку не забудь. Эй, ты чего, братишка? Ты чё ли за губернатором отправился? Вот это прикол, конечно, ты выдал. Ну ладно, помянем тебя да вызовем этих ищеек. Надо что-то делать, иначе мы все здесь помрём. Как такое возможно? Неужели убийца настолько может быть наглым, чтобы совершать преступление одно за другим? Здесь явно что-то нечистое. Господин Боб, как всё это могло произойти? И вы ничего не слышали? Мы с моим дружочком вчера изрядно пригубили из этих бутылочек. Сами понимаете, напряжённая ситуация требовала немедленных принятий, так сказать, мер. После этих манипуляций я уснул как младенчик и ничего не услышался. А после пробуждения я лицезрел сию картинку. Убийство совершено таким же методом, что и в случае с губернатором. Срочно надо собрать всех вместе, пока не произошло ещё чего плохого. Уважаемые, как видите, сегодня вас стало ещё на одного меньше. К сожалению, ночью было совершено ещё одно убийство. Герцог Бип мёртв. О, мой бог! Это возмутительно! Сколько ещё должно умереть чикенов в моём отеле? Вся репутация, накопленная годами моей пернатой семьёй, падает коту под хвост. Прямо как курс доллара. Да, ребята, как вы знаете, на ютубе сейчас сложно зарабатывать. Поэтому, кто хочет поддержать канал в столь нелёгкое времечко, то вы можете совершить донатик по ссылочке в описании. Всех донатеров кореш отметит в своём телеграм-канале. Поддерживаю Артура. Так не может больше продолжаться. Вы же лучшие детективы в Чиккен Сити. Так разберитесь с этим делом. Я не чувствую себя защищённой. Я не могу находиться здесь, пока убийца разгуливает свободно по отелю. Что будем делать? Какой у вас план? Боб, а вы чего молчите? Ваш друг погиб сегодня ночью, а вы так спокойны. Может, вы и есть убийца? Поверьте, я переживаю не имение вашего. Просто я принял, так сказать, успокаительно. И вам советуюсь. Всё, что сейчас всем надо, так это соблюдать спокойствие. Мы больше не допустим смертей в этом отеле. Вам придётся остаться в этой комнате. За дверью будет стоять охрана. Так что вы в полной безопасности. Обещаем, скоро во всём разобраться. Убийца действует очень нагло. Видно, что чувствует себя безнаказанным. Но какая связь между трупами? Губернатор и Бип совершенно не вяжутся друг с другом. Зачем убивать? Это может говорить только о том, что среди постояльцев убийцы нет. Но патрульные не спали всю ночь, охраняя гостиницу. По их словам, никого из посторонних не было допущено внутрь. Похоже, мы что-то упускаем. И это находится у нас прямо перед носом. Это Брахиалис! Наконец-то! Док, здравствуйте! Почему так долго? Здравствуйте! Ситуация потребовала более тщательного анализа. Вы не поверите, что я обнаружил. Не томите, док! Выкладывайте, что удалось выяснить. Отпечатки с ножа, которым была убита жертва, принадлежат плачущей курице. Что? Но ведь этого не может быть! Я сам в шоке. Но проверив несколько раз эти данные, я могу с уверенностью на 100% сказать, что это именно она держала нож. Но мы же сами убили её в 11 серии. Похоже, она всё равно каким-то образом может влиять на наш мир. И у меня складывается такое впечатление, что она охотится именно за вами. Так что будьте крайне осторожны. Спасибо за информацию, док. И у нас тут ещё один труп. Да, я уже в курсе. Как раз собирался выезжать. До связи! Как такое возможно, что плачущая курица выжила? В нашем мире возможно всё. Поэтому исключать данную версию теперь нельзя. Но ведь тогда она где-то должна быть внутри отеля. Следует более тщательно обыскать его. А это ещё кто? И почему его пропустило оцепление? Скорее, надо выяснить, кто этот чикен. Доложите, что здесь происходит? Почему этот чикен свободно проезжает сквозь оцепление? Так это местный дворецкий. Он выезжает на ферму за продуктами, чтобы тут все с голоду не умерли. Мы его машину тщательно осматриваем. Так что там, ну, ничего запрещённого. Просто яйца. Как мы могли упустить его из виду? Не знаю. Отправляйся следить за ним, а я разузнаю о нём у Пирожкова. Артур, мы выяснили, что в гостинице находится ещё один чикен, который не попал под опрос. Патрульные сказали, что это дворецкий. Почему вы не рассказывали о нём? А-а-а, вы про Генриха. Ха-ха-ха. Это ходячее недоразумение абсолютно безобиден. Всё, что он делает в моём отеле, так это пополняет запасы продовольствия и опустощает мой винный погребочек. Ха-ха-ха. Именно такие, на первый взгляд, безобидные чикены могут и являться причастными к убийству. Прошу передать мне все данные о нём. Всё, как вы пожелаете. Надеюсь, моя помощь будет по достоинству оценена. Ха-ха-ха. Что удалось выяснить, брат? Ты будешь просто в шоке. Рассказывай. Дворецкий этой гостиницы является некто иной Генрих Виноградов. И что из этого? А то, что он является родным братом плачущей курицы. Что? Помимо этого, он занимается чёрной магией, состоял в различных сомнительных культах. И похоже, что в данный момент залёг на дно в этой гостинице. Это уже многое объясняет. Ты проследил за ним? Чем он там занят? Да, он перенёс яйца в самый нижний подвал. А после взял бутылку самогона и ушёл в свою небольшую комнатку, где опустошил бутылку и отрубился. Тогда самое время заглянуть в этот подвал. Вот его подвал. Взламываем дверь, только осторожно. Похоже на ритуальную комнату. Да, похоже, здесь он и призывает плачущую курицу. А это что за книга? Инструкция по призыву злых духов. Первое. Напишите на доске ник духа и допишите три шестёрки в конце. Второе. После убейте шесть злых мобов и дух появится. Время действия пять минут. Если дух успеет совершить убийство, то в следующий раз время жизни его увеличится вдвое. Всё ясно. Совершая убийство, она с каждым разом увеличивает своё время пребывания в мире чикенов. Смотри, тут ещё кое-что. Если уничтожить доску после призыва духа, то он исчезнет. Что ж, нам придётся дождаться момента, когда Генрих призовёт плачущую курицу, и только после уничтожить эту доску. Таким образом мы сможем изгнать плачущую курицу и заодно доказать виновность Генриха. Правильно мыслишь, брат. Установим здесь скрытую камеру. После я постараюсь отвлечь плачущую курицу, а ты уничтожишь доску. Объект направляется к подвалу. Началось. Генрих, опять ты за своё. Я снова зелёная. Чёрт бы тебя побрал. Извините, что прерываю ваш шабаш, но пора с этим покончить. Вот так удача. Добыча сама идёт в мои крылья. Ха-ха-ха. А ну иди сюда. Глупцы, вам не победить меня, ведь я злой дух, который обладает сверхсилой. А-ха-ха-ха-ха. Узрите силу плачущей курицы. Чёрт, о такой силе в книге не было сказано. Эй, оставь их, ведь тебе нужен я. Так попробуй взять меня. Генрих, или как там тебя? Без глупостей. Залезай в камеру. Ваня, что же ты там так долго? Я скоро выдохнусь. Вот и пришёл твой конец, Илья Воробьёв. Хорошо, что духи не устают. Смирись. У тебя не было шансов. Гори в аду, плачущая курица. Готовься умереть. А? Что происходит? А-а-а-а-а-а. Умереть придётся тебе, плачущая курица. Я ещё вернусь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Сколько бы ты не возвращалась, мы всё равно найдём тебя и отправим на тот свет. Генрих, как ты мог так подставлять мою репутацию? Мою наичистейшую репутацию? Спасибо за содействие К сожалению, вам придётся нанять другого дворецкого Этого мы увозим в дурку О, можете не переживать по этому поводу Я найду себе наилучнейшего дворецкого Вижу, вы с графиней больше не скрываете отношений Что ж, желаем вам только счастья А нам с братом пора покинуть вашу гостиницу Спасибо Артур Пирожков всегда к вашим услугам Ха-ха-ха Дорогая, отправляйся в номер Я скоро к тебе присоединюсь Ха-ха-ха Дорогая, отправляйся в номер Наконец-то эти ищейки исчезли Из моей жизни И мы можем продолжать свои тёмные делишки Ха-ха-ха Конец 16 серии На этом трёхсерийная история Про отель Гнездо Глухаря Подошла к концу Если вам она понравилась То обязательно поставьте лайк И подпишитесь на канал Если хотите увидеть новую серию Эволюции цыплят То вам придётся собрать 15 тысяч лайков Под этим видео Справитесь? И ещё Я снова спрятал Три бутылки кваса Среди кадров этой серии Попробую отыскать их все И напиши тайм-коды В комментариях С вами был Кореш24К Смотри другие видео На моём канале И всем пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»